Добрый день коллеги, я рад всех приветствовать. Хочу вам, во-первых, поздравляю всех с наступающим Новым годом. На пресс-конференции, которая состоялась 24 декабря в Доме правительства Московской области, министр благоустройства Михаил Хайкин подвел итоги 2020 года и рассказал о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Нам многого удалось добиться в рамках благоустройства в этом году, несмотря на сложный год, несмотря на пандемию, то, что у нас были там сложности и с бюджетом, и с возможностью ведения работы. Для поддержки губернатора Московского области Андреевича Воробьева и областного правительства, и областной думы, и поддержки федерального центра нам удалось реализовать достаточно масштабную большую программу. Это и общественные пространства, это и творовые территории, благоустройство творовых территорий, это программа по ямочному ремонту, по благоустройству парков культуры и отдыха, по обновлению инфраструктуры. Московская область третий год является лидером по реализации проекта формирования комфортной городской среды среди других регионов России. В этом году в Подмосковье появилось 35 новых общественных пространств. В 14 парках культуры и отдыха обновлена парковая инфраструктура. 687 подмосковных дворов привели в порядок по программе комплексного благоустройства дворовых территорий. Традиционная идет работа по конкурсу малых городов и исторических поселений. В 2018 году старт на конкурсу дал президент Росиский 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 Владимир Владимирович Путин в подмосковной Коломне. И тогда мы выбрали четыре территории. Это был Зарайск, это Коломна, Сергеев Посад и Дубна. И все эти четыре территории сегодня уже живут, полноценно работают. Мы все это реализовали в 2019 году. И, соответственно, в этом году показал, что Зарайск прославился на всю страну. И даже очень много зарубежных сми написали о благоустройстве данного города. Министр также отметил, в сентябре этого года в парках культуры и отдыха заработали общественные советы. Всего создан 61 общественный совет с чатами в мессенджере. За время работы общественных советов уже получено более 2000 предложений. Евгения Галяева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.